Чёрная соль 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 Именно данное вещество и придает черной соли специфический аромат. Индийская черная соль обладает богатым минеральным составом, что полезно для здоровья человека. При этом подобный продукт на вкус мягче, чем белая. Но, несмотря на большую пользу, полностью ввести ее в свой рацион у большинства людей не получится, из-за наличия неприятного запаха, напоминающего протухшее яйцо. Состав черной соли Состав черной соли достаточно разнообразен. В него входит кальций, сера, железо, хлорид натрия, фосфор, медь, сульфат, цинк, магний, марганец, калий, йод. Если говорить о полезных свойствах черной соли, то их не так уж и мало. Она способствует поддержанию баланса уровня pH крови, создает стимул для пищеварительных процессов, действует омолаживающее на организм, повышает иммунные процессы в организме, понижает кислотность в организме, снижает зуд и не сушит кожу, предупреждает спазмы, судороги и боль в мышцах. Черная соль в сочетании с томатным соком укрепляет волосы, избавляет от перхоти, но пить такой напиток можно один раз в день. Помогает правильному сокращению мышц, ускоряет передачу нервных импульсов. Вот такие полезные свойства у черной соли. Двигаемся дальше. Индийские медицинские светила еще много лет назад доказали пользу черной соли, так как она помогает при таких заболеваниях, как дисбактериоз, вздутие живота, изжога, запор, плохое зрение и депрессия. Индийскую черную соль часто в своем меню применяют строгие вегетарианцы, так как она ассоциируется у них со вкусом сваренных вкрутую желтков яиц. Летом, когда на улице жара, ее и можно добавлять в прохладительные напитки. Она помогает восстановить потерянный за счет потоотделения натрий. Медицина доказала, что подобный продукт, как индийская черная соль, способен повысить аппетит, избавить от неприятных последствий в результате отравления. При помощи черной соли, еда в желудке быстрее и лучше переваривается, оказывая на кишечник легкий слабительный эффект. Большой популярностью пользуются черная соль и ее полезные свойства в аюрведе, древняя индийская наука о здоровье. К примеру, по медицинским показаниям аюрведы, людям с высоким давлением необходимо как можно меньше употреблять этот минерал в пищу. Альтернативой является черная, в которой меньше натрия и которая более безопасна для человеческого здоровья. Также черная разновидность не задерживает воду в организме, что благоприятно воздействует на работу почек. Полезна индийская соль для ножных ванночек, которые надо проводить в течение 10 минут. Подобные процедуры избавят вас от потрескавшихся пяточек и снимут отеки с ног, усталость от длительных занятий спортом и растяжение мышц, ну и так далее. И все же вред черной соли есть. Поговорим сейчас о нем. Вред индийской черной соли заключается в ее злоупотреблении. Ее применение подразумевает строгую дозировку, то есть не больше одной чайной ложки в день, около 20 грамм. В противном случае может резко повыситься кровяное давление. Начнут болеть почки, могут начаться сильные отеки из-за задержки воды в организме. Также произойдет увеличение количества рови в организме, что спровоцирует более активную работу сердца. При этом возрастет нагрузка на артерии. В том числе существует большая вероятность развития сердечной недостаточности. Небольшая пауза для отдыха глаз и тренировки осознанности. Прикройте глаза, расслабьтесь и вспомните. А не забыли ли вы поставить лайк под этим видео? А главное подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы присоединиться к нашему сообществу мудрых, добрых и постоянно развивающихся личностей. Чаще тренируйте осознанность. Всем добра и мудрости. А мы продолжаем. Двигаемся дальше. Теперь мы поговорим о четверговой соли. Есть и другие варианты названия и происхождения этого необычного продукта. Черной солью в православии называют четверговую. Это считается экологически чистым продуктом и относится к православной кухне. Такое наименование она получила благодаря своему приготовлению, которое осуществляется в чистый четверг перед пасхальным воскресеньем. Соль и хлеб всегда, во все времена и поныне символизируют достаток в доме. Существует много утверждений, что соль опасна для здоровья человека, и это действительно так, но только в том случае, когда ее употребляют в чрезмерно большом количестве. Рассмотрим пользу и вред четверговой черной соли. Наши предки большое внимание уделяли защитным силам своего дома, своей семьи, поэтому часто этот белый порошок использовали в качестве щита от злых духов. Чтобы получить черную четверговую соль, брали обычную каменную и очищали ее огнем в русских печах. Чтобы четверговая получила сильнейший магический заряд защиты, ее запекали на избранных воскресных поленьях. То есть в каждое воскресенье Великого Поста для этих целей специально откладывалось одно полено из березы. Готовую четверговую соль освещали вместе с пасхальными куличами. В этом и был заключен секрет ее защитных и целебных свойств. Польза четверговой соли. Ученые долгое время изучали химический состав запеченной черной соли и пришли к выводу, что в ней присутствует очень низкий процент тяжелых металлов. Помимо этого, продукт обладает небольшим количеством хлора, благодаря которому мы после соленой пищи испытываем жажду и из-за которого возникают отеки. То есть было научно доказано, что четверговая соль лишена тех элементов, которые вредят здоровью человека. Однако жизненно необходимых организму микроэлементы в разы становится больше. Это кальций, селена, медь, йод, магний, калий. Осуществляется это благодаря полученной золе от пережигания соли и хлеба. Лечение четверговой солью. Полезна такая четверговая разновидность соли для тех, кто болеет гипертонией, сердцем, почками, остеохондрозом. Продукт отлично помогает при заболеваниях ЖКХ. Приводит в норму пищеварение, справляется с лишним весом. Ко всему прочему, четверговая соль полезна для костей, зубов и волос. Она не содержит в себе калий, поэтому полезна в диетологии. Используют ее в качестве дополнительного средства при экземе или угревой сыпи. Те, кто употреблял хоть раз, утверждают, что не представляют своего рациона без четверговой соли, так как она помогает пище лучше раскрыться своими вкусовыми качествами. Так что попробуйте, может и вам понравится. Вред четверговой соли. Вреда четверговая соль не имеет никакого, по сравнению с обычной. От нее только одна лишь сплошная польза, конечно, в очень умеренных дозах. Злоупотребление, конечно, может нанести вред организму, так же, как и любой другой продукт, употребляемый в неконтролируемом количестве. Таким образом, относительно индийской черной соли будьте аккуратны при ее покупке, так как сегодня существует множество ее подделок, да и вкус ее на любителя. А если говорить о четверговой православной соли, то сделать ее можно и самому. Итак, рецепт, как же сделать четверговую соль. Чтобы сделать четверговую черную соль по домашнему рецепту, потребуется 1 килограмм каменной соли и 5 килограмм бородинского хлеба. Хлеб предварительно размочить и смешать с солью. Затем поместить в чугунную сковороду, нагреть духовку до 250 градусов. Держать все в духовке, пока хлеб не приобретет черный цвет. Когда все остынет, перетереть хлеб с минералом в порошок и просеять при помощи сита. И все, ваша четверговая соль будет готова. Наслаждайтесь приятным вкусом и пользой своей пищи. Ну а на этом мы прощаемся. Конечно же, читайте нас на портале обучения и саморазвития и другие материалы о пользе и вреде других распространенных и известных видов соли. От обычной до, например, адыгейской вместе с приправами. А также подробнее о чистом четверге и изготовлении четверговой соли фристианской традиции. Задавайте ваши вопросы. Мы ответим на все вопросы и поможем сделать вашу жизнь лучше, легче. И самое главное, чтобы вы были всегда здоровы. На этом мы прощаемся с вами. Желаем вам обалденного настроения, хорошей улыбки и самое главное, любящих, родных и близких. Всего вам доброго. До свидания. Но на этом еще не конец. Вернее, все только начинается. Большая просьба именно к тебе лично. Не забудь подписаться на этот канал обучения, общения и саморазвития, чтобы каждый день становиться все успешнее, осознаннее, добрее и мудрее, развиваясь вместе с нами и нашими экспертами. А главное, общаясь с огромным сообществом, развивающихся в разных направлениях людей, среди которых легко сможешь найти себе по-настоящему правильных друзей со схожими интересами, которые будут тебя мотивировать к новым достижениям. Не бойся дружить, советовать и помогать другим в комментариях. И, конечно, чтобы получать оповещения о последних и самых полезных видео, рядом с подпиской необходимо нажать и на колокольчик. Также не забудь поставить лайк, если тебе понравилось видео. Напиши свое мнение или вопрос по теме, а другие зрители и наши эксперты постараются отвечать максимально быстро и развернуто, ведь мы читаем все комментарии. Поддержи нас и развивайся вместе с нами. Ну и, конечно, если ты больше любишь читать, то заходи на наш официальный сайт, портал обучения и саморазвития, где можно найти тот же материал и в печатном виде. Ссылка на эту статью на сайте будет в описании. А если у тебя есть возможность поддержать развитие проекта материально, то найдешь там же и ссылочку на пожертвования и помощь каналу. И главное, не забудь поделиться этим видео с друзьями. Давай делать больше хороших дел, распространять знания и помогать друг другу. Доброты и мудрости, к сожалению, так не хватает этому миру. А на этом будем прощаться. Рекомендую посмотреть и другие видео, в том числе на непривычные для тебя темы. Важных направлений саморазвития на самом деле очень много, поэтому мы подготовили большой набор лучших материалов, чтобы каждый мог найти нужное, а также имел возможность развиваться в разных темах, а не только зацикливаться одной, сужая тем самым свое видение, мышление и мировоззрение. Естественно, желаю тебе в любом случае мудрости, любви, успеха и всех остальных благ. Хорошего и продуктивного тебе сегодняшнего дня. А сейчас отправляйся заниматься полезными и добрыми делами в реальной жизни. Или, чтобы стать еще мудрее, переходи к просмотру следующего видео на автовоспроизведении или из тех, которые ты сейчас увидишь перед собой на экране. Всем добра!